Друзья, мы наконец-то подъезжаем к городу Игуменица. Вот здесь остается у нас буквально 6 километров. И мы очень много ехали в этот раз, вот вчера и сегодня, по вот этим магистралям платным. Ну, их можно назвать вообще, честно говоря, условно платными, потому что очень много заездов, съездов и перед пунктами оплаты. То есть можно заезжать, съезжать. И, конечно же, лучше ехать по этой дороге, особенно вот через горы. После какого города там, где мы были? Ну, наверное, после метеоров. Если вы едете из метеора в сторону Игуменицы, сразу заезжайте на платную дорогу и сразу едьте. Здесь вы заплатите копейки, но вы сэкономите кучу времени и сэкономите топливо. И в итоге вам по платной дороге будет выгоднее проехать, чем вы будете по узенькому маленькому серпантинчику ехать. И там еще плюс ко всему дорога в некоторых местах рушится, потому что старая никто не ездит. И во всех смыслах ехать и для машины лучше, и вообще во всех смыслах лучше ехать по магистрали по платной. Мы проведем здесь ночь сегодня и будем смотреть на паром билеты. Скорее всего завтра уже будем отправляться в сторону Италии. Здесь паромы отходят в обед и ночью. То есть два варианта есть. И некоторые, по-моему, еще даже два раза в день ходят паромы. Я уже вижу отсюда вот порт, уже можно видеть. И там вот корабли стоят. И мы прям, скорее всего, прям возле порта поселимся, чтобы завтра проснуться и сразу в порт, потому что в порт нужно приезжать за два часа. И билет стоит на человека, по-моему, 60 евро, а на машину 70 евро. За двоих и за машину 200 евро в общей сложности. Ну, там расстояние приличное. Естественно, оно, конечно, будет так стоить, как по-другому. Вот. Ну, думаю, на самолете, наверное, тоже так же примерно и стоило бы полететь евро, наверное, 40-30. Где-то вот так вот у них перелеты здесь по Европе стоят. А вот корабль почему-то больше. Но они, я думаю, это связано с тем, что они берут денег меньше за машину, потому что машина тяжелая, а за людей просто чуть-чуть побольше. Приехали в город уже Егуменица. Стандартный город небольшой, городочек маленький очень, портовый такой. Вот так же здесь сложно найти парковку. И вот если есть какой-то кусочек, он обязательно будет занят. И что еще здесь? А, здесь не так уж много отелей на самом деле. И просто транзитный обычный город. Просто, а, вот он корабль как раз-таки пришел, видите, фэри. Это вот либо с острова с какого-то пришел фэри. Мы, скорее всего, на таком корабле и пойдем, поплывем. Либо с острова, либо, может быть, откуда-то с какой-то европейской страны. Ну, и вот так вот, собственно, это все здесь выглядит. Банки, таверны, геленвагены. Кстати, с немецкими номерами. Ценки на такси. До Метеоров 210 евро доехать, а до Салоника в 430 на такси. Цены на такси с этого порта. Вот здесь терминал один. Вот собака. И мы с этого терминала будем уезжать. Сегодня мы приснулись в городе Егуменица. Вот там уже стоят корабли. Вот эти высокие, большие. Скорее всего, вот этот красный, с красными трупами. На нем мы и пойдем сегодня. Мы провели ночь вот в этом отеле. Astoria отель. Это один из самых приличных отелей, но он стрёмный, друзья. И если, короче говоря, захотите здесь останавливаться, то я даже не знаю, что вам порекомендовать. Здесь отелей нормальных нет. Вот уже началась погрузка. И сейчас мы тоже поедем. Наша погрузка тоже уже скоро начнется. Вот прям возле порта ночевали. Первый раз в Греции мы встречаем машину с казахстанскими номерами. Вот здесь терминал один. Даже если вы купили билет онлайн, вам нужно все равно зайти, взять билет в терминале и распечатать на бумажке. И только потом вы сможете туда заехать. Вот уже потихонечку начинается здесь погрузка. И, короче говоря, на одном из этих кораблей, либо на вот этом, либо вот на этом, мы пойдем в Италию. Здесь весы. Водитель фуры сам подходит, сам себя взвешивает. И вес, все-все-все, это чисто размеры машины, чисто все на доверии. Когда вы покупаете билеты, просто указываете вес и все. Внутри в порту уже. Сейчас будем заезжать. В общем, нам сказали седьмой дек, док. И, судя по всему, если это четвертый, третий, то, значит, пятый, то, значит, вот это седьмой. И вот такой вот гигантский корабль нас потащит сегодня в Италию. А вот здесь очередь, как раз можно поинтересоваться. Наш корабль. Достаточно прям большой такой корабль. Видно, что он еще не загружен. Я так понимаю, сейчас закончится регистрация, и капитан составит карту погрузки. И, в общем, вот наш автомобиль. И здесь из легковых всего лишь пять машин. В основном это мобильные дома. И здесь цена зависит от размера. Не знаю, либо от размера зависит, либо зависит от времени. Потому что мы вчера купили за 200 евро, и сегодня встретили двоих казахстанцев. Одна машина с Алматы, одна с Атерау. Они сейчас тоже приедут. И, в общем, у них уже 230 евро цена. До Бриндизи, до Бриндини, который дальше город, до туда еще больше. Вот так вот выглядит порт. Никакого особого контроля не было. Просто багажник вот нам у нас открыли. Посмотрели, что в багажнике, проверили билеты, и все. Здесь, конечно же, не покупаться в порту, потому что корабли поднимают всю грязь, и никто не купается в портовых таких городах. Вот так вот, друзья, собственно, осуществляется погрузка. Конечно же, корабль очень серьезный. Даже не качается ни капельки. Очень большой трюм прям просто невероятных размеров. Кого-то наверх отправляет, кого-то вниз. Некоторым просто гигантский. Я первый раз вообще в жизни на таком большом корабле. А, здесь не все машины могут по высоте пройти. Мы сейчас будем сюда вниз спускаться. Вот это да. Вот это поворот. Да уж. По высоте... О, там уже припарковали нехороший. Что за звуки, блин? Куда нам стоять? Ага. Он просто гигантский, этот корабль. Еще не красиво. Друзья, мы спускаемся еще ниже. Мы сейчас на уровне воды находимся. Просто капец. Мы сейчас находимся, здесь вода у нас по краям, между прочим. По бокам вода. Матросы помогают здесь все машины расставить. Ну, очень чисто и не так жарко, как я думал. Будет. Вот. Вот так он паркует здесь. О, здесь много места. Нижняя часть трюма, я так полагаю, это самая нижняя часть. Вот с Нидерландов рядом с нами. Еще что самое интересное, это то, что вот отсюда дует кондиционер, и он прям дует на нашу машину, охлаждает. Холодный воздух отсюда дует прямо в капот. Вот здесь информация. Самое высокое, что сюда проедет, это вот 2,20. Поэтому, скорее всего, будет билет, стоимость билета зависит выше у вас, машина 2,20, или ниже. Если ниже 2,20, вы сюда проходите, и, соответственно, у вас, скорее всего, стоимость билета будет ниже. Что здесь еще? А, ну вот. Не знаю, что это значит. Короче говоря, техническая информация. Ну, вот там, перед корабля, корма, или как это называется, я не знаю. Вот там. И мы, собственно, вот где-то здесь, вот здесь работает кондиционер, холодный воздух, а вот здесь, по-моему, спасательные шлюпки. Дек 1. 1. И написано 75. А, максимальная нагрузка на ось 750 килограмм. Вот это гараж 2, и под нами еще тоже гараж. И они закрыли, аппарель опустили. Вот эта вот штука, она опустилась, и вообще она, по идее, даже герметичная должна быть. Если этот ток затопит, она не должна пропускать воду. И еще плюс ко всему, смотрите, эта вода есть питьевая, везде можно набрать. Короче говоря, вон там только выход, в том месте. И вот здесь только выход, по лесенке. И все. Больше выходов нет. Там машины ездить продолжают, фуры грузят. Здесь прям вообще так уютно. Здесь есть спальные каюты, со спальнями. Здесь есть каюты, как в отеле. Со спальнями. Со спальнями. И люкс, и бизнес есть. И люкс, и бизнес есть. Вот здесь фуры, рецепшн. Ковры прям. А, ну вот план. Собственно. А здесь казино есть, видеоигры. Блин, что здесь только нет? Вот, мы вот здесь, по-моему. Мы вот здесь, еще есть что-то ниже. Вот это ТЭК-3. И еще вот здесь, и здесь. А здесь есть животные, место для животных. Здесь зеленпул есть. С одной кровати, если номер взять, то 18 евро стоит. Ну, немного, в принципе. Мы заплатили. Можно было заплатить на 50 евро. Больше, и нам бы еще кровать дожидали. Интересно. Интересно. О, повсюду паильнички вот такие есть. Только не работает. Удивительное место. Вот, вот здесь вот кровати. Есть кровати, которые, каюты без окон. То есть, туда выхода нет. Они вот здесь расположены. И, ну, по сути, в них никакого смысла нет, потому что мы так же и в машине можем спать. А вот эти каюты, наверное, с окнами. Вот здесь еще один этаж. Я даже не знаю, сколько здесь этих этажей. Вот это круизный лайнер. Интернет-игры. Видео-игры. Туалет. Бэйби-дрейсинг. А, ну вот здесь такой туалет. А еще здесь лохер есть. А, нет, это не то. Короче говоря. Офигительно. Вот видеоигры, если хотите. Можно поиграть на нервах. Капец, блин. Вот это они замутили. Тут можно несколько шесть часов ехать, да? Да что такое шесть часов вообще? Это вообще ни о чем. Ну, корабль очень комфортный. Просто невероятно комфортный. Можно вот так вот, прямо на диване здесь спать лечь. Кто вам запретит? Ложитесь, спите. Очень комфортное судно. Здесь можно играть на балалайке. Сник-бар. Здесь можно еще выпить алкоголь. Всякий разный. И все такое. Можно смотреть. Можно прямо возле... Выбрать столы. Прямо возле этих. Вот оттуда мы заехали. Вот это первое. Паркуйся сюда. Да, конечно, каюту вообще нет никакого смысла покупать. Потому что вы здесь можете находиться спокойно. Удивительное место. И я думаю, здесь вот так можно ходить и ходить. А вот это вот, по-моему, спасательные шлюпки. Вот здесь информация, как спасаться. Или вот это вот спасательные. А здесь еще одно. Какая-то столовая. Вот это да. Да, там целая столовая. Каганат. Там можно прям даже еду заказать. Удивительно. Ну, конечно, это для дальнобойщиков прям рай. А мы взяли с собой салаты. Не знали, что здесь так. Круто. Греческие салаты. Вон, лапшички. Наготовили. Мясо. Места эконом-класса. Я так понимаю, это наши места здесь. И нас запустят сюда. Мы сможем здесь ехать спокойненько себе. Как в самолете в бизнес-классе. Крутое место. Между прочим, такие коридоры гигантские. Да уж. Здесь, наверное, даже можно на палубу выйти. Эти ребятишки тоже ждут все погрузки. А вот, кстати, наши казахстанцы. Видите, Санта-Пе и Тойота. Я их уже вижу. Они здесь. И здесь просто невероятная высота. Ну, даже не знаю, насколько здесь высоко. Вот. Там корабль. Здесь работает кондиционер. И ручки можно поднять. И можно лезть, занять три места. Поэтому сюда можно вещи сложить. Я так понимаю, что корабль не полностью будет загружен. Поэтому нет никакого смысла. Вот здесь в шкафах есть спасательные жилеты. Вот так вот лежат они. Здесь семь детей. Для 50 взрослых. И для малышей есть. Да. Узивительное место. Повсюду туалеты. Прям такие массивные, большие. И умыться здесь. И все, что угодно можно сделать. Чисто. Культурно. У тебя здесь даже лифт есть. Ну да, естественно, здесь лифт будет. Для инвалидов. Наверное, надо что-то нажать, чтобы он приехал. Здесь 8 и 9 этажей, короче. У этого корабля. Свиминг пол. Сейчас пойдем глядеть. Здесь столько кают, конечно же. Ну, в них какой смысл, честно говоря, я даже не знаю. 6 часов. Отдельная каюта. Если было бы это круизный какой-то лайнер. Но я теперь, наверное, понимаю, как он выглядит. Круизный лайнер. По сути, то же самое, наверное. Я иду. И справа у меня каюты. Без окон, без иллюминаторов. А слева это прямо можно с окошком взять. И постоянно смотреть в окно. Сейчас на самом верху. Я подозреваю, что этот корабль использовали как раз-таки для круизов. Потому что здесь есть бассейн. Но он, конечно же, сейчас не работает. Ну, теоретически, как бы его можно использовать. Там и развлекательные всякие разные диска есть. Если он идет как круиз, допустим, по островам. Вот душевые кабинки. Душ можно принять. Вот столы, стулья. Все здесь такое. И мы сейчас на самом верху. Вот там капитанский мостик. Чуть выше только. Ну, это, конечно же... А, нет, там бар работает. Между прочим. Тут тоже можно, короче говоря, прийти, бар посмотреть. В баре побыть. Вот, еще выше. Есть здесь место еще выше. И отсюда можно увидеть игуменицу полностью всю. В игуменице даже таких зданий нет высоких. Какой этот корабль высокий, большой. Подняться еще выше. И вот здесь вот, собственно, и находится как раз-таки капитанский мостик. Вот там вот. А, это, наверное, для тех, кто паркует, корабль швартует. Вот. Кондиционерная станция, аккумуляторная станция. Мы на самой высоте сейчас. И здесь, кстати, тоже можно взять стульчики и припарковаться. Ну, ехать здесь можно. Только я не знаю, как это делать. Вот здесь есть для собак. Выгуливать собак. Dog Village. А, это вот сюда собак и парковать. Как раз-таки в эти будки. Чтобы они не газовали. Воды им налить и закрыть, и все, они будут в эти каюты для собак. Круто. Что я могу сказать? Очень круто. Вот еще одно. Ну, там и, наверное, как раз-таки власти капитана. Здесь есть банкомат и шоппинг-центр. Конференц-центр. Ну, выходов, на самом деле, очень много. Где можно выйти на палубу. А, и вот они, вот эти вот шлюпки спасательные. Hello. Большие шлюпки. Да, вот эти вот краны гидравлические. Могут экстренно их спустить, скинуть немедленно. Очень быстро вот эта вот штука гидравлическая. Она очень быстро может туда опуститься, направо. Вот так вот отстрельнуть и туда скинуть их шлюпки эти на море. На воду. На воду. Ну, здесь такая высота, между прочим, невероятная. А эти шлюпки еще и с моторами. Оказывается, не просто так. Они просто сейчас в натянутом положении, и в какой-то момент они могут нажать на кнопку, и она быстро спустится автоматически. Ей даже не электричество, ничего не нужно. Она сама так настроена, в таком натянутом положении, как пружинка. Они на кнопку нажмут, и она отскочит. Вот здесь вот погоны. Короче говоря, стеф, капитан, мастер, шеф, секонд офицер, радио офицер, инженер, третий офицер. Кто здесь самый главный? Шеф стюарт. У всех разные погоны. А интересно, у кого самый главный? Наверное, у этого, наверное, этот самый главный. В магазинах можно тряпки себе купить, всякую разную электронику. Даже ароматы можно купить. Удивительно. Ну да, безделия, конечно, обязательно пойдешь себе что-то покупать. Очки можно даже купить. Купальники, все здесь есть. И вот такие вот есть места. Правда, здесь они без окон. Ну, нормально все. Для детей, детских игрушек много. Собственно, они загрузили. Геленваген приехал с Румынии. Загрузили сюда, я не знаю, сколько машин. Вот наши. С Казахстана тоже машины. Вот Toyota. И вон тот Santa Fe. С Германии, с Франции. Со всей Европы здесь машины и две машины с Казахстана. С Англии есть. С Испании вот Mercedes. Вот наша машина там стоит. Мы от Чаллили. Корабль настолько вообще гигантский, что даже не слышно. Не качает его ни скольчика, ни грамма. И, в общем, он 40 тысяч тонн весит, этот корабль. Почти 250 метров. У него длина. Здесь 250 кают. А и около 2000 пассажиров он может взять на себя на борт. Очень большое судно, конечно же. Я так понимаю, что мы сейчас будем проходить некоторые острова греческие. И у нас получится такая вот экскурсия бесплатная. Здесь в столовой можно прям сесть вот так вот кушать с видом на острова на греческие. Какие-то экскурсии продают по греческим островам. А мы здесь везем и машину, и вообще все на свете. Корабль очень высокий. Это прям невероятно. Вот нам навстречу идут ферри, которые здесь курсируют между островами. Но они такие малюткие вообще. По сравнению с этим гигантским кораблем, конечно же. И чайки здесь летят. Труба выхлопная, но он чуть-чуть дымит. Совсем чуть-чуть. Не евро шесть. И здесь есть вертолетная площадка. Вот такая большая. Ну и вот, собственно, вот столько мы успели отойти от города Эгумина. Так вот выглядит VIP-класс. Это обычные сидушки, но у них есть еще телевизор. И расстояние между сиденьями больше. Друзья, мы заходим в итальянский порт Бриндизи. Здесь у них маяк. И еще вот подплывает маленький вот такой вот катер. В нем есть специальный человек, который знает этот порт очень хорошо. Он сейчас запрыгнет к нам на судно. Перепрыгнет. И будет помогать капитану здесь швартоваться. Вот. Специально его принес. Маленький кораблик. Он его оставил и все. Он сейчас уедет. А этот человек, который знает хорошо этот порт, он здесь остается. Вот пилот. Кто-то приезжает. У вас боялься. А тот человек, которого он привез, он здесь останется. И он будет сейчас помогать капитану заходить в порт. В гавань. Порт Бриндизи. Очень большой порт. Разворачивают корабль. Здесь уже в бухте. И можно видеть, как много выбрасывает он дыма. Отбрасывает. Я думаю, это связано с тем, что он уже старый. А вот эта вот лодочка, катер, который привез помощника, до сих пор нас сопровождает здесь. Видимо, сейчас он поможет нам пришвартоваться, и потом он его заберет. Да, и отсюда сразу можно увидеть город. Город, конечно же, намного больше, чем город Игуменица. Колесо обозрения здесь есть. Я думаю, мы сейчас пришвартуемся куда-то вот сюда. Здесь у них есть еще марина. И аэропорт еще есть. Вот прям совсем рядом. Кстати, вот мостик капитана. У него здесь торчат такие вот окошки, балкончики с обоих сторон. И он может выходить сюда смотреть, сюда смотреть может. Там еще девушка капитана. Вот такой вот бросили канатик сюда, красный. Я думаю, он сейчас за этот канатик зацепит большой. А, да, вот так вот потянет большой канат. И он сейчас его вытащит и накинет. Да, здесь моторы, конечно, поднимают сильный. Кипиш. Поэтому здесь, естественно, никто и не купается. А он сейчас еще плюс ко всему сам канатами этими подтягивает себя. Там у него лебедки есть. И он этими канатами подтягивает. И все, швартуется. Путешествует на старом ландкрусере. У него немецкие номера. И он вот на вот этой машине. Я даже не знаю, сколько ей лет. Очень старая. Он на ней путешествует. Там, наверное, даже кондиционера нет. Toyota Land Cruiser. Уезжаем на землю Италии. Вот перед нами стоит, перед нами проезжают с алматинскими номерами. А вот это, по-моему, помощница капитана. И капитан с соской. Полиция. И все. Вот там просто выезд. Никаких контролей, по-моему, даже нет. Если я не ошибаюсь. Вот все три машины. С казахстанскими номерами. Toyota Sienna. Hyundai. Toyota Highlander. Встретили. По какому языку они говорят? Вы что такие? Иди, ну давай включи, давай тебе вместе сфоткай. Давай-давай. Давай. По какому языку. По какому языку. Субтитры создавал DimaTorzok